Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Продолжаем разбирать меню функций передатчика FlySky i6 и сегодня у нас на очереди функция ограничения конечных точек и для чего это нужно, как это делается и вообще что такое конечные точки канала. Для того чтобы настроить отклонение рулей, ограничить их ход, есть функция конечных точек, это второй пункт меню в меню настройки модели, меню функций, он так и называется Endpoints, то есть конечные точки и здесь мы можем настраивать конечные точки для шести каналов. В последних версиях альтернативных прошивок конечные точки можно настраивать для всех четырнадцати каналов, но здесь у нас пока оставлена базовая прошивка, то есть то что приходит с завода, с магазина на шесть каналов. Итак нам сейчас нужно к примеру настроить конечные точки для отклонения элеронов. Для хода элеронов вверх оставляем сто процентов, а отклонение вниз у элеронов должно например быть поменьше, 50 процентов сделаем. к примеру возьмем опять же нашу пилотажную модель фонтану, у которой элероны на двух разных каналах. Поэтому смотрим на первом канале у нас правый элерон, на пятом канале левый элерон и нам нужно для отклонения ручки вправо сделать сто процентов, то есть правый элерон поднимается на максимум, но для отклонения ручки влево убавить расходы до 50. Это тестовый примерный вариант конечно для каждой модели настройки будут свои, но для демонстрации это будет заметно. Кнопками вверх и вниз изменяем параметры расходов, вот скажем выставляем 50 процентов. Теперь чтобы перевести указатель настройки расходов на правую сторону, для первых четырех каналов это было бы соответственно отклонение стика в нужном направлении вправо или вверх или вниз, но для пятого и шестого каналов переключение происходит при помощи крутилок, то есть первую крутилку поворачиваем увеличивая значение канала больше 50 процентов и стрелка перескакивает у нас на правую сторону. Теперь можем изменять расходы для пятого канала именно для отклонения стика вправо. То же самое кстати для шестого канала управляется переключение второй крутилкой. Ну а для первого, например, это отклонение стика элеронов вправо-влево, для второго канала руль высоты вверх-вниз, как видите, перескакивает курсор. Ну а пятый и шестой каналы, они по умолчанию были настроены именно на крутилки, поэтому и управляются ими. Именно вот конкретно в меню конечных точек. Ну и теперь сохраняем наши новые настройки длительным нажатием cancel. Конечные точки для нашей модели настроены. Сейчас можно будет продемонстрировать, как это работает. Итак, давайте наглядно посмотрим, что у нас получилось при настройке конечных точек. Настраивали мы только элероны, остальные каналы не трогали. Так, двигаю ручку элеронов. Как видите, элерон вверх поднимается на достаточно большой угол, а вот вниз он идет на угол вдвое меньше, то есть на 50%. То же самое и для второго элерона. Вверх на максимум, на полный ход, вниз угол отклонения заметно меньше. Это так называемое дифференциальное отклонение элеронов. На некоторых моделях оно требуется, чтобы получалось более адекватное управление. Для пилотажной модели, конечно, отклонение элеронов должно быть симметричным, но на ней очень удобно показывать все настройки, потому что рули большие и сразу видно разницу в их отклонениях. Для чего еще могут использоваться конечные точки? Во-первых, это ограничение максимального хода сервомашинки. Если у вас нет возможности сделать, скажем, высокий кабанчик на руле, модель копийная, например, и делаете скрытую проводку тяг, то отклонение рулей, например, может быть слишком большим. Даже при установке тяги на самое ближнее к центру отверстие качалки. При этом модель управляется слишком резко. При больших отклонениях, может быть, будет просто упираться у вас руль в ограничение какое-то. И есть риск либо сломать механическую часть модели, либо сжечь сервомашинку от большой перегрузки. Вот в этих случаях ограничение конечных точек тоже один из способов не допускать вот таких неприятных моментов. Также ограничение конечных точек может понадобиться в том случае, если у вас модель сделана не очень ровно. Например, кабанчики не вынесены, как положено на ось вращения руля, а сделаны прямыми. То есть в одну сторону руль у вас чисто механически за счет разницы длины рычагов будет отклоняться несколько больше, чем в другую. Вот тоже, чтобы отклонение сделать симметричным, в одну из сторон вы всегда можете ограничить ход сервомашинки при помощи настройки конечных точек. Ну а дальше применение этой функции можете придумать сами. Это ограничение расходов для более плавного управления моделью, например, для обучения, пока вы только начинаете полеты. Это может быть какие-то специфические функции. Так что все уже ограничивается только вашей фантазией и необходимостью на конкретной модели. Вот такую функцию мы сегодня рассмотрели с вами. Настройка конечных точек, в отличие от реверсов, обязательно не является. Вы всегда можете просто себя контролировать, не дергать слишком резкой ручки. Но это одна из возможностей, которая добавляет комфорта и удобства при настройке модели. И также позволяет сохранить механическую часть самолета, сохранить сервомашинки от перегрузки, если вдруг рули упираются в какие-то ограничения. При необходимости всегда знайте, что ограничить ход вы можете в любой момент. Ну и еще одна возможность именно настройки конечных точек, если нужно наоборот увеличить ход сервомашинки. На Flysky i6 конечные точки в максимуме можно выставить до 125%. Соответственно, ход сервомашинки будет не 60 градусов в каждую сторону, а скажем, по 80-90 градусов. В зависимости от самой машинки, конечно, но тем не менее, ход сервомашинки будет увеличен. Это также может понадобиться для пилотажных моделей, которым требуется большое отклонение рулей. Это может понадобиться для управления камерой на FPV-носителе и в любых других подобных случаях. Так что конечные точки, хоть и не являются обязательными при настройке модели, но функция тоже важная и полезная. И про нее нужно знать. Если кто-то нашел в этом видео полезную для себя информацию, не забывайте поставить лайки. Подписывайтесь на канал, заходите в подсказки, заходите в наш форум, ссылка будет в описании под видео. И, конечно, ждите наших следующих видео по курсу изучения данной аппаратуры. Ну и я с вами прощаюсь, до новых встреч, до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.